Таинство покаяния Таинство покаяния И с сокрушенным сердцем, приступая к этому Таинству, искренне понимая свою вину пред Богом, Творцом и Создателем, Отцом Нашим Небесным, мы припадаем к Нему со словами «Господи, прости, Господи, помилуй» и вступаем в особое общение с Ним и в общение с Церковью. В каком-то смысле мы восстанавливаем это общение через это великое Таинство. Это Таинство является проявлением милости Божией, Его милосердия, Его любви к человеческому роду. Таинство покаяния в периоде с греческого означает метаноя, то есть умоперемена, перемена ума, образа мысли, всего мировоззрения. Таким образом, исповедь – это не просто упоминание каких-то наших прегрешений, это сокрушение в них, это надежда на милосердие и любовь Божию, что Господь помилует и простит нас и даст нам силы побороть тот грех, который царствует в нас. Очень часто мы слышим, как в православной церкви верующие люди именуются рабы Божии, раб Божий, раба Божия. И по большому счету часто многие, не зная значения этого словосочетания, этого наименования, думают, что это как-то умаляет человека, принижает его достоинство. Но на самом деле нет, это возвышает его. И раб Божий или раба Божия означает, что человек ничей больше не раб в этом мире, и его Господин является Бог, который в то же время и его Отец. И поэтому раб Божий или раба Божия означает Сын Божий или Дочь Господа Бога. В то же время, зная о столь великом именовании нас, верующих православных людей, мы зачастую являемся скорее рабами греха, нежели рабами Божьими. И вот Святая Церковь, осознавая это, подает нам лекарства, врачевание для души в этом великом спасительном таинстве покаяния. Каясь, мы видим перед собой лишь священника, свидетеля нашего покаяния. В то же время невидимо присутствует Сам Господь Бог, сердцеведец, который знает все наши прегрешения и ждет нашего обращения к Нему. Еще до пришествия Христа, Спасителя нашего Господа, Иоанн Претечий, Креститель Господень, призывал людей к покаянию, говоря, покайтесь, приблизились бы в Царствие Небесное. И потом, когда уже Сам Христос, наш Бог, вышел на общественное служение, вышел на проповедь, Он также повторил эти слова «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И действительно, покаяние в то же время является и возможностью приблизить для нас Царствие Небесное. Ибо здесь, на земле, мы все должны сделать для того, чтобы подготовить себя к этому великому событию нашей жизни, встрече с нашим Отцом Небесным. В то же время, для верующего человека является, наверное, самым страшным то, что он может умереть без покаяния. Для нас важно подготовить себя к кончине жизни, осознанием своей греховности пред Богом, встрече со священником, участием в таинстве через священника, в таинстве покаяния, в таинстве причащения в то же время. И вот в таком состоянии, очистившись от грехов, примирившись со всеми своими близкими, сподобившись причастия святых тайн Христовых, человек может спокойно перейти в мир иной. Таинство исповеди покаяния начинается с семи лет и сопровождает нас всю нашу жизнь, вплоть до последнего издыхания. Поэтому будем уже достойны любви Божьей и все свои прегрешения будем оставлять в этом великом таинстве, как можно чаще приступая к нему. Время Великого Поста является временем наиболее благоприятным к этому великому таинству и помогает нам действительно осознать свою греховность и стать чадами Божьими. Время Великого Поста